Всем привет! Я Татьяна Кошлева и хочу пригласить вас провести со мной этот нескучный день карантина у меня дома. Пойдем! У меня есть определенная система в питании, которой я поддерживаюсь уже долгое время, и мое утро необычное. Оно всегда начинается со стакана воды. И туда добавляю лимон, мед, имбирь и пол-литра такой вкуснятины каждое утро выпиваю. Через минут 20-30 я делаю сок сельдерея, чистый сок сельдерея, и тоже пол-литра этого чудодейственного сока выпиваю. Для литра сока сельдерея нам понадобится два таких красивых пучка. Говорю литр, потому что пол-литра для меня, пол-литра для Федора. У нас уже все измерено и учтено, все пропорции вычислены, двух пучков будет вполне достаточно. Сейчас мы их моем, режем и относим в соковыжималку. Сок сельдерея мы всегда процеживаем. Нужно убрать всю мякоть и оставить самое полезное и вкусное. Поэтому у нас всегда есть ситочка, и это такой быстрый и незамысловатый процесс. Кому интересно, можно об этом больше прочесть у Энтони Уильяма. Есть такой автор, который рассказывает и объясняет, почему нужна такая система, для чего это нужно, и лучше чем он, это никто не сделает. Все, Таня, давай. Доброе утро. Доброе. После этого я делаю себе смузи, тоже с определенной пропорцией, с определенными ингредиентами, очень полезное и вкусное. Буду в это вас посвящать. Ну что, начнем завтрак вместе, пойдем готовить. Ну что, настало время смузи. Его я иногда делаю до тренировки, иногда после, смотря на свое состояние, хочу ли я сильно кушать или готова сначала тренироваться. Расскажу вам про ингредиенты, из чего оно состоит. Самое главное, это черника. Черника у меня настоящая, лесная, но замороженная. Она всегда есть в холодильнике. И следующий ингредиент это бананы, два банана. Пучок кинзы. Дальше идут добавки. Я действую исходя из протокола Энтони Уильяма. Я вам покажу потом книги, автор. Если вам будет интересно, вы можете узнать побольше об этом. Там есть спирулина, порошок травы и чменя, драгонфрут. Это такой красный фрукт. Заливается это все сверху густейшим апельсиновым свежевыжатым соком. Все взбивается. И получается невероятная вкусная смузи, полезная, имеющая очень большой глубокий смысл. Смысл специально не расскажу, потому что вы должны узнать, прочесть. И для того, чтобы понять, нужно ли вам это. И получить обратный ответ от самого себя. Мне приятного аппетита. Заряжаюсь, кушаю и готовлю к тренировке. У этого волшебного смузи есть один побочный эффект. Потому что там черника, естественно. Язык, зубы, губы. У вас все будет примерно такого же цвета. Как выглядит этот стакан. Если вы куда-то собираетесь, заложите время для того, чтобы умыться и почистить зубы. Вот. Каждый день перед началом своей работы, своей тренировки, я всегда связываюсь со своим доктором. Он же и фитнес-тренер. Человек, который знает меня и мое тело очень хорошо. И зовут его Георгий Беловарский. С ним я знакома еще с момента моей травмы. И прошли вместе большой, плодотворный и классный путь к моему выздоровлению. Поэтому каждое утро я с ним на связи. Он присылает мне программу, корректирует мои действия, что немаловажно для меня. Ну что, звоним Георгию? Жорка, привет! Привет, Александрия! Привет, Александрия! Я так счастлива с тобой, реально. Окей, давайте узнать, что мы будем делать сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Когда я вам рассказываю о своих тренировках, я всегда делаю большой акцент на растяжке, потому что это очень важный элемент подготовки. И как до тренировки, так и после интенсивных нагрузок всегда растягивайтесь и готовьте свое тело. Чем лучше вы разогреетесь, чем лучше тело включится в работу, тем полезнее и эффективнее будет сам процесс и результат. Поэтому растяжка очень важна. Если у вас есть такие резины, а резины можно найти уже в любом спортивном магазине. Стоят они недорого. И если у вас нет помощника, который вам мог бы помочь, допустим, растянуть ноги, это можно сделать самим, используя даже такие резины. Как процесс я хочу показать немножко, это будет удобно. Это можно сделать в двух вариациях. Если вы берете так резину, тянем заднюю поверхность бедра, то есть натяжение нашего носка и мы сами регулируем натяжение резины, зависит естественная растяжка. Можно сделать еще по-другому. Подложить резину под себя. Таким способом мы растягиваем тоже, держим и регулируем напряжение. Это можно делать в стороны, в любые. То есть заднюю поверхность растянуть легко и самим. То же самое можно делать с руками. Когда вы растягиваете плечи, когда вы растягиваете спину, повышаете мобильность. Это все очень удобно и комфортно. Так же с резиной можно и приседать, и куча-куча всяких вариаций, которых легко спросить у меня, кстати, задавать свои вопросы под этим видео или найти в интернете. Что у меня дома есть специальный уголок, и для нас было с мужем это очень важно, потому что держать себя в форме, особенно в период перерыва, пауза, важно. Так вот, знакомьтесь, все для спорта в нашем доме. Здесь у меня есть и TRX, и очень много разных видов резины, фитбол, бозу, нестабильная поверхность. Ну, коврик, это все понятно. Даже есть гиря, да, 4 килограмма. Ну, все, что нужно, то есть мы можем это все миксовать, планировать с нашим тренером, какие нужны тренировки. И для особенно начального этапа, когда не нужны тяжелые веса, я могу заменить все, находясь дома и сама себя тренировать. То есть петли мы цепляем, TRX здесь, резины разные, разного натяжения, разной силы для разных задач и упражнений. Поэтому у меня есть все для того, чтобы поддерживать себя в форме. Моя тренировка подошла к концу. К сожалению, я не могу вам показать много нюансов, которые важны именно мне, которые я должна отрабатывать индивидуально. Но все, чем могла, с удовольствием с вами делюсь. Так что день продолжается, идем дальше. Пошли готовить обед. Питаемся мы с мужем очень просто, быстро, ничего сложного из самых обычных продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Поэтому покажу вам наш быстрый, легкий и вкусный обед. Буду делать очень простую овощную рагу из картошечки. Туда пойдут грибочки, баклажан, лук, морковка, помидорки и зелень. Все это будет в большом таком воке. Очень вкусно, очень быстро и полезно. Поэтому рецепт замысловатый. Кулинар за меня так себе, поэтому готовлю я тоже очень быстро. И надеюсь, что вкусно. Спросим у Федора, он мой главный критик в кулинарных вопросах. Поэтому увидим. Субтитры сделал DimaTorzok Саживайся, Танюш. Будем пробовать, что ты приготовил. Мои великолепные блюда. Да. Давай, Федор. Он горячий сейчас. Федор, он горячий. Надо хлебушка, Танюш. А я хлеб тебе забыла, да? Метнись. По-молодецки. Спасибо. Жена твоя молодец. Я знаю. Еду готовит как? Хорошо. По-другому и быть не может. Ну все, всем приятного аппетита. Самый главный Федор счастлив. Я счастлива. Ну и пошли кушать. Пришло время для, наверное, самой важной части моего дня, ежедневных моих занятий. Это учеба. Я распределила свое время так для того, чтобы получать удовольствие. Но я столкнулась с большой проблемой. У меня есть такая тревожность, которая сопровождает меня всю мою жизнь. Это то, что я что-то не успеваю. Что мое время проходит зря. И так как в спорте мы привыкли, что за нас все планируют. У нас есть определенное расписание. Мы следуем определенному графику. И свободного времени не так много. То, когда я очутилась в этой реальности, в этой ситуации карантина, получилось так, что я напридумывала себе много занятий. И не умею рационально использовать свое время. Поэтому кому важно, кому интересно, я с удовольствием хочу поделиться. Как мне кажется, это классная идея. Я заказала его только сегодня, к вашему, наверное, этой съемке видео. Мне пришел такой магнитный планер. Можно нарисовать его от руки. Мне удобно, чтобы он был магнитный. Я потом прикреплю все на стену. Маркер, где я буду расписывать свое расписание на неделю и на месяц. И таким способом я структурирую время. Я понимаю, что у меня есть время и для учебы, и для отдыха, и для тренировок, и для других любых занятий. И я стала, знаете, спокойна и уверена в том, что все правильно и все комфортно именно для меня. Так вот, как же проходит мой сегодняшний день, и что у меня сегодня по плану? Сегодня у меня английский и небольшая практика из моей учебы. Так как я пока не рассказываю, где я учусь и где я прохожу эту практику, потому что не люблю бежать впереди паровоза, и пока я не достигну чего-то большего, да, и не буду готова об этом заявить, то предпочитаю пока не рассказывать. Поэтому покажу вам немножко задания своего английского, и, как мне кажется, классная идея, покажу вам свои книги. То, что я прочла недавно, то, что меня заинтересовало, помогло, и такие какие-то небольшие рекомендации, которые, возможно, будут вам полезны. Что книг у меня дома много, и мне хотелось бы, пользуясь случаем, заодно и поделиться. То, что мне очень интересно, то, что отзывается внутри меня, и то, что, естественно, принесло большую пользу. Вернее, если возвращаться к утру сегодняшнему, и то, что я рассказывала про Энтони Уильяма и про питание, то это книги вот «Сок сельдерея». Я, к сожалению или к счастью, отдала, и у них не так много. Энтони Уильяма еще здесь. Еще одна книга около моей полки. Не важно, «Еда, меняющая жизнь», «Сок сельдерея» и так далее. Их много у него в коллекции. Просто введите название автора и интернет в помощь. И Энтони Уильяма «Спасение печени» тоже одна из его книг. Большая, толстая. У него еще есть первый, который, я говорю, что я очень много раздаю друзьям, которые читают. Поэтому и с вами с удовольствием делюсь. Это все очень-очень полезно. Это если кому-то интересно про питание, то есть, что я следую. Я очень люблю психологию и говорила я об этом неоднократно. Тоже много вопросов о том, что же я читаю, что же произвело на меня большое впечатление. Вы знаете, авторов много. Идея часто схожа и пересекается во многих книгах. Но и каждый из них в определенный момент в моей жизни что-то затрагивает. Является хорошим помощником. Это одно из самых любимых. Это, кстати, такая уже. Потому что много рекламировали. И поэтому я тоже прочла. Скажу, что-то гениального я не нашла. Вот 7 навыков высокоэффективных людей. Мне понравилось. Это я сама печатала. Не знаю, можно ли найти в печатном издании. Я сама делала, потому что найти не могла. Фредерик Бейтс. Основные принципы науки разума. Вот она мне очень понравилась и очень отзывается. Брайан Трейси. Достижение цели. Вадим Зеланд. Это, конечно же, транссорфинг реальности, который тоже произвел у меня большое впечатление. Я думаю, это достаточно для первого раза. И много-много-много других, которые я изучаю. И которые, конечно, формируют во мне какую-то уже идею цель психологии. Если не умничать и говорить о художественной литературе, которая понравилась мне и скрасила мои путешествия и время. Кстати, автобиография Марии Шараповой мне очень понравилась. И как профессиональный спортсмен, профессиональную спортсмену, да, я испытываю большое уважение, гордость, что она русская. И преодолела и пошла такой путь. Очень классно описывает свою жизнь, свои достижения и трансформацию от ребенка в большого, знаменитого, успешного спортсмена. Кому интересно, хоть прочтите обязательно. Халет Хосени. Бегущий за ветром. Мне посоветовала подруга. Это просто буквально за один вечер. Без преувеличения книга уходит. И причем этого автора у меня еще есть еще. Две книги «Тысяча сияющих солнц» и «Эхо летит по горам». У меня их уже такие в потрепанном виде, потому что куча друзей перечитали. И были со мной в Бразилии, кстати. Вот. И это я с удовольствием вам посоветую. Если вы хотите скрасить свое время за интересной книгой, я надеюсь, мои рекомендации вам помогут, пригодятся. За этим столом я провожу большую часть дня, потому что здесь уже определить какие-то дела, выстроить расписание. И вообще эта комната у нас с мужем предназначена и готовится для будущего нашего с ним поколения, для наших деток. Но мы заранее сделали стол, которым я с удовольствием пользуюсь сейчас. У меня был сейчас на сегодняшний день запланирован английский. У меня есть учебник, по которому я учусь. Тетрадки, закладки, домашнее задание. Потом будет практика и работа с преподавателем. Еще дополнительные дела, поэтому позвольте мне уйти в свой процесс. Увидимся через несколько часов. Я хотела этим видео показать вам, что все мы в одинаковых условиях, подарить вам свою поддержку, хорошее настроение, позитивный настрой на личностные изменения, на то, что можно даже, находясь дома, что-то делать, меняться, физиологически, умственно расти, исполнять свои желания, находиться в позитиве. Я сейчас как раз дочитываю книгу Достоевского «Преступление и наказание». И все на то, что раньше у меня не было времени, приходит сейчас, вплоть до школьной программы. Несмотря на то, что мы сейчас находимся в свободном плавании, и меня как спортсмена никто не контролирует, режим очень важен. И режим нашего подъема, режим нашего ухода ко сну. И поэтому, когда день ближется к завершению, и дела постепенно уходятся на задний план, включается режим отдыха, что очень немаловажно. Хорошо потрудился, хорошо отдохни. Книги я вам свои показала. И мой отдых – это как раз-таки чтение одной из моих любимых занятий в свободное время. И погружение в какую-то другую историю, в другую реальность. Поэтому предлагаю вам всем тоже не забывать про режим, про то, что нужно и трудиться, и отдыхать. Спать я, кстати, обычно ложусь в районе 10 часов вечера. Это 10-10.30. Стараюсь, по крайней мере, тоже часто нарушаю. Но чем раньше лягу спать, тем, естественно, будет продуктивнее мое утро. А утро мое вы уже видели. Так что всем предлагаю поддерживать эту хорошую традицию и соблюдать режим. Спасибо вам всем большое, что провели этот день со мной. Очень хотелось подарить вам что-то хорошее и теплое от себя. Приходите ко мне на канал. Я вам всегда здесь рада. Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. С удовольствием читаю. Получаю от вас обратную связь. Большой... Как всегда. Всем привет от меня. Большое поцелуй и объятие. Субтитры сделал DimaTorzok